Ассаламу алейкум. Я приехал в Саудовскую Аравию для совершения умры и большого хаджа. Могу ли я на Хадас в Мекке по несколько раз совершить умру? Смотри, брат, смотри сейчас в данный момент, какой хадж ты совершаешь. Есть три вида хаджа. Хадж есть ифрад. Это делаешь отдельно хадж, без умры. Потом после хаджа делаешь умра, если хочешь. Отдельно хадж, ифрад. А есть другой вид хаджа – Иран. На мере не делаешь. На хадж и на умра и делаешь только деяние хаджа. Аллах приписывает тебе, что ты делал и хадж, и умра, и в конце должен ты по жертвам тоже делать. Третий вид хаджа – это таматтур. Таматтур – сперва делаешь умра и ждешь до времени хаджа, потом делаешь хадж, ихрам на хадж делаешь. И сперва умра делаешь и ждешь. Это нужно, айбады делаешь, в Мекке, в мечеть ходишь, обратно домой, свою одежду тоже одеваешь. Когда время, восьмой день, хадж доходит, яму тарви, одеваешь и храм, и делаешь хадж. В конце тоже пожертвования надо делать одного барана. После закончения хаджа и умры можно ли еще повторять один, два, три умра здесь разногласия ученых? Есть многие, которые это дозволяют, что можно делать, например, пойти в мечеть Аиши, там называется, и делать. Другое мнение есть, что у кого без причин мужчины в одном сафоре только один умра делает. Мы отсюда с подвижниками пророка, приходили хадж, делали хадж, и умры уходили. Они не повторяли этого. И также Аиша, ради Аллаха, делала хадж, и она, как у женщин, причина стала, не могла делать умра. Только хадж сделала, и вместе к ним, которые пришли пророки, остальные хадж и умры сделали, она пожаловалась к пророку. По причине женских дней она не смогла умра делать. Вы говорят, возвращаетесь. Хадж и умры, и вместе я только с хаджем возвращаюсь, что ли? Пророк, саллиллах, попросил, приказал этому брату Аиши Абдурахман, чтобы Аишу взял таньим, это сейчас, которое называется место мечеть Аиши. Почему ее называют мечеть Аиши? Потому что Аиша оттуда, и храм отдела для умры. Отправила до мечети Аиши, где сейчас Аиша находится, таньим тогда называли, оттуда намерение сделала, Аиша вернулась и сделала умра. Вместе с ним пришел его брат Абдурахман. Что им оставалось? Он с ней пришел в те времена, трудные времена, на верблюде, с Аишей до туди. Обратно вернулся, Аиша ждал и вместе пришел. Тогда Абдурахман повторный умра не сделал. Из этого некоторые говорят, что в этом сафаре только можно один умр делать. Я придерживаюсь этим, что только одну умру лучше делать, чем повторять. А есть много ученых, которые дозвали повторять, кто, силаясь на них и повторяет, иншаллах, получит вознаграждение в Аллаху Алям. Скажите, пожалуйста, про ситуацию в Таджикистане, то, что запретили хиджаб и бородач за Каллаху Алям. Да, уничтожит Аллах с всех врагов Ислама, из всех тагутов, которые воюют против Ислама и мусульман. Они думают, своими деяниями уничтожит свет Аллаха, Аллах Субхану Ата'алу, докончит свой свет. Ислам доносит, хотят это кафир или нет, Ислам доносит до каждого человека. Мусульманам надо объединиться. Запретил, мы запрещаем. Нет, выйти надо, останавливают как-то. Не только в Таджикистане, в Таджикистане хиджаб, в Кавказе никааб, официально не запрещают никааб, но проклятые слуги этих тагутов, не говорю даже русские, которые в Дагестане, которые в данный момент, в Дагестане в данный момент полиция вызывает мужа той женщины, которая никааб носит и пугает его. Если не хочет, чтобы твою жену, мы проблемы сделали. Снимай пугай, снимает никааб. Вызывает полицию мужей. Открыто не говорят, что мы запрещаем, но своим деянием это слуги, рабы, рабов. Потом тоже себя хотели мусульманами называть, вызывают наших мужей, сестер, которые никааб носят, и говорят, пусть снимет никааб, иначе мы сделаем вам проблемы. Это реально, в дагестанских городах это случается. И все молчат. Открыто, да, официально не запретили там, не запрещаем никааб, имеют каждое право. Но дагестанские слуги тагуты, не только дагестанские, это все слуги этого оккупанта, когда им говорят голову побрей, они голову отрубают. Так работают эти грязные люди. И потом тоже хотят, чтобы мы с ним хорошо обзывались, мы же молимся, мы мусульмане, они же молятся, они же хорошие. Нет. Они воюют с исламом. Из Бирбаши, Махачкале, Буйнаске, такие вещи происходят. И в Хасаюрте. Вызывают менты и говорят, пугают, и каждое село приходят, дагестанские села, и также сейчас в Таджикистане, везде хотят запретить никааб, запретить хиджаб, воюют с исламами мусульманами. И говорят, это арабские традиции. Это не арабские традиции. Когда были арабы никаабы, никогда не ходили. Даже сподвижницы пророка не одевали никааб или хиджаб. Пока не было ниспослано айя, будучи мединей, Аллах, Субхану Таал, приказал закрыться, они закрылись. И также пусть Аллах, Субхану Таал, благодарит тот сестре. Такую жару за то, что, слушаясь приказа Аллаха, Субхану Тааля, закрывает свое лицо, закрывает свое тело, это является ее джихадом. Это является ее джихадом. Ей запрещают муж некоторые, некоторые, например, родители, некоторые полиции. После этого даже она закрывает себя, одевает платок, одевает хиджаб, одевает широкую одежду. Пусть Аллах, Субхану Таал, примет твой джихад. Это твой джихад, о моя сестра. А вы, слуги тагутов, а вы, слуги оккупанта, рабы рабов, да уничтожит вас Аллах, Субхану Тааля. В Аллахе, в этом дуне истории будут про вас написать, как предатели при Шамиле написали, какие они были. И вас тоже так же забудут, и будет и судный день с Абуджахном, с фараоном, с ним место оживет Аллах, Субхану Тааля вас. Да уничтожит вас Аллах, Субхану Тааля. Да унизит вас Аллах, Субхану Тааля, в этом дуне и в Ахирате. Амин, амин, амин. Валхамду лилляхи, Роббилал, амин. Есть врата рая Ар-Райян. Туда зайдут только постеши же. Тот, кто соблюдал пост Рамадана, ему будет достаточно для того, чтобы зайти через эти врата рая, или нужно соблюдать судный пост. Если Аллах, Субхану Тааля, примет твой пост Рамадан, да, хватит этого, чтобы ты зайти через эти ворота. И есть люди, которые заходят все восемь ворот оттуда. Абубакр, Роббилал, не говорил, мне хватит только зайти через Райян или через дверь жихада. Нет. Пророк, Саллиллаху Алейху Саламу, когда сказал этот хадис. Абубакр говорит, есть те люди, которые заходят с каждого этого ворота. Пророк, Саллиллаху Алейху Саламу, да, есть. Пророк, Саллиллаху Алейху Саламу, ответил, да, есть. И я желаю, чтобы ты был один из них. И это Абубакр один из этих людей, которые зайдут со всех ворот рая. Если не помнишь, сколько точно брала в долг, можно ли вернуть на 5-10 тысяч больше, чем не дадут? Если ты не знаешь, сколько брала, как ты можешь 5-10 тысяч больше дать? Ты же должна знать, примерно, скажи, отдай, и скажи, если больше халал оставил, если больше я тебе дал, то же я тебе халал оставил, там ничего нет. Чтобы он тебя простил, если меньше отдала, если больше отдал, ты ему тоже прости, этого ничего запрета нету, Аллаху Ана. Если женщина изменила мужу и родила ребенка, и покаялась, то ей надо развести с мужем или держать это в тайне и жить дальше. Если покаялась искренне, в данный момент нету шариатского суда ничего, в тайне держать, покаялась и просить Аллаху Саламу прощения, это тяжкий грех. Это тяжкий грех не только для женщин и для мужчин тоже. Просто мы видим, когда женщина зина делает, мы видим, что это тяжко, готов, даже сам человек не молится, но он готов убить сестру или жену, или же дочь, которая делала зина. Да, это тяжкий грех и для женщин, и для мужчин. И наказание одной и той же исламе, и для женщин, и для мужчин. Разницы нету. Женщина зина сделала, жизнь она не может очиститься. Такой адат, такие обычаи. Покаялась, править не стала, все равно про нее плохое говорят. А мужчина всю жизнь делает зина. Один день изменился, покаялся, ох, какой хороший стал мужчина, оставил жена, остановил это. Восхваляйте. Нету разницы. И женщине, и мужчине, которые делают зина, наказание одни и то же. Неженатые мужчины и незамужные женщины, когда они делают зина, наказание им по стополок по спине и год выгоняют из того места, где они живут. Замужные женщины и женатые мужчины делают зина. Зина, их наказывают смертной казнью через побоевыми камнями. Это тяжкое наказание. А мы к этим относимся очень легко. Очень легко относимся. Зина распространилась, как будто, как воду пить. Распространилась соцсет, и еще легче стало делать зина. И замужные женщины, и женатые мужчины. Еще хуже этого, еще распространилась большие грехи среди мусульман. Из-за этого, о мусульмане, о мусульманке, кайтесь перед Аллахом. Сейчас это 10 дней. Ваша возможность покаяться перед Аллахом, Субханахуа Та'аля, оставить большие грехи. Будет рыба дать, взять проценты или давать проценты. Это хуже, чем зина. И также, кто пьет спиртное, кто делает зина, кто делал сихр и другое, покайтесь перед Аллахом, Субханахуа Та'аля. Оставьте это харамное. Оставьте это тяжкие грехи. Покайтесь за эти 10 дней. Иншаллах, Аллах, Субханахуа Та'аля, простит вас. Да простит Аллах, Субханахуа Та'аля, всем, кто просит Аллаха, Субханахуа Та'аля, искренне. Муж делает намаз, держит пост, обеспечивает всем. Но остановился на этом, слушает музыку, часто уходит по ночам, возвращается утром, постоянно с друзьями, очень больно и обидно, что делает. Садись, объясняй, делай напоминание. Когда музыка слушает, делай напоминание. Если так агрессивно относится, когда музыка слушает, когда уже не слушает, когда в самом настроении, когда есть муж, я не хочу, чтобы ты попал в ад. Я не хочу, чтобы ты получил наказание от Аллаха, Субханахуа Та'аля, ты хороший муж, ты обеспечиваешь нас, ты кормишь нас. Я не хочу, чтобы ты попал в ад. Таким хорошим наставлением делай наставление. И в случае, если после этого тоже, но он, если тебе не мешает поклоняться, и твой иман не уменьшается, постепенно делай на себя, чтобы он тоже стал на прямой путь Аллаху Адам. Должен мусульманин заступиться за Иису, если Иису унижают атеисты? Если должен, как? Знаю, что они имеют в виду христианского Иисуса, но имеет ли это значение? Нет, у нас христианский Иисус, наш Иисус. Иис, алейхиссалам, наш пророк. Мы должны его защитить, его честь. Если даже они ругают пророка Мухаммада, саллиллаху алейхиссалам, мы не имеем права ругать Иисус, алейхиссалам. Даже кто-то, если ругает Иисус, мы должны защитить честь Иисус, алейхиссалам. Как можем остановить любую цену этого человека? Если можем остановить. Нет, Иисус, алейхиссалам, не так, как сейчас христиане. Иисус не трогают, они, когда Коран сжигают, когда пророка Мухаммада ругают, они не обращают меня, говорят свободу слова. Даже Иисус, если ругают, они не заступятся за Иисус, алейхиссалам. Нет у них такого, любовь к этой религии. За него заступятся мусульмане, как заступить за Мухаммада, саллиллаху алейхиссалам. Какое хокум положение человека, когда он, будучи в куфре, набил татуировку шайтана? Сейчас, альхамдуля, молится, соблюдает Ислам, искренне раскаивается с сердечным, удалит клеймо. И удалит клеймо, он имеет в виду, удалит, да? Ну все, если покаялся, иншаллах, искренне, как ты говоришь, Аллах простит. Должен, если получается удалить, без такого сильной боли, если получается удалить, можно удалить. Не только можно, нужно удалить. Если удалить, то же не получается, не уходит. Но сейчас, альхамдуля, есть лазерные операции какие-то, чтобы удалять этот татуировок. Должен удалить, в Аллаху а'лам. Если нет возможности, что удалить, деньги не хватает, или же в каком-то месте не получается удалить, покаялся перед Аллахом, иншаллах, простит. Но, как только возможности появятся, надо удалить, в Аллаху а'лам. Когда мой дядя и тетя делают дуа, якобы предавая, что мы поели мертвым, мы сможем держать руки перед собой и делаем вид, будто говорим аминь на их дуа. Является это грехом, мы такое не поддерживаем. Им тоже объясните, не там. Объясните, скажите, этот пророк, когда дуа делал, его не раздавал кому-то. Дуа делал. Какой? Алхамдуллях, лазер. Хвала Аллаху, который кормил нас этим едой, без нашей силы и без нашей хитрости и силы. Из этого, если они поругают, если не подняли, чтобы они не поругали, и потом объяснить, является обязанность ваша. Потому что делают они плохое, думая, хорошее. То, что они делают хорошее, привести, как делал пророк, саллиллаху алиэву ассалам. Этим мы должны заниматься, в Аллаху алиам. Если у женщин в девятом дне Зульхиджа пришли месячные и не смогла поститься в этот день, будет ли та же награда, что и постившаяся? Да, будет. Если намерение было, постившаяся будет. Если даже поститься не можно, у нее много поклонений остается. Поминание Аллаха с утра до вечера без остановки можно делать. Дуа можно делать. Садака можно делать. Многие хорошие деяния, кроме намаза, остальные можно делать. Кроме намаза и чтения Кур'ана, остальные все деяния можно делать. Если вторая жена чувствует себя несчастливой в браке, видит несправедливость, но знает, что муж ненамеренно так поступает, брат хороший, не полюбил, и его отношение к ней не со зла терпит. Сама смотри, если ты это потерпишь, ради Аллаха вознаграждение получишь. То, что несправедливо поступает, не ругаться, не драться с ним, объяснить не может. Ну, здесь ты несправедливо поступил. Не смотри, ты, он справедлив или нет, ты взвешивай то, что он делает. Почарято несправедливо или справедливо. Часто бывает, человек сам думает, что он несправедливо поступает, но Почарято может быть не так. А если потерпишь, конечно, вознаграждение получишь. Еще даже если мужа обрадуешь, стараешься, чтобы он тебя полюбил, иншаллах, ты вознаграждение получишь. Мой муж полный, мне неприятно и физически плохо. Имею ли я право отказать ему в этом? Нет, не имеешь. Или же полностью от мужа откажись, потребуй шариатский суд, пусть решат ваш этот вопрос. По шариату. Если по шариату не решаешь и остаешься мужем и женой, тогда каждый должен свою обязанность дать и муж, и жена. Муж должен обеспечивать все, и жена тоже. Если ты не хочешь с таким жить, и не получается, и это мешает твоей религии, тогда можете расстаться. А будучи женой и отказываться мужу, это является большим грехом. Я должна сделать за сына резать два барана. Могу ли я просто за эту цену два барана отдать нуждающихся, например, Палестина? Нет. Если это является суммой за сына резать два барана, это обязанность отца, ребенка. Это является суммой для мужа. А это делать является суммой и резать, и раздать, и покормить бедным, и родственников. Это является желательным деянием. А если деньги отдашь, ты вознаграждение получишь. Но это хватает ли вместо этого? Нет. Скажи, могу ли я почистить могилу родителей от травы и туда сделать ребенку, чтобы трава не выросла? Не надо этого делать. Ни пророк не делал, ничего ухаживать. Просто похоронили, все. И оградили могилы, чтобы туда не заходили животные, и все этого хватает. Трава не мешает им. Им мешает свои грехи. То, что ты можешь для них благое делать, это за них делать садака, за них делать дуа. Если они хаж не делали, за них, чтобы хаж делал ты, это ты можешь делать. Остальное, ухаживая за этим, ухаживая за травами, что-то могилу, это не стоит делать и не является это нежелательным. Аллаху а'алам. Можно ли делать татуаж бровей из-за болезни все волосы на бровях выпали? Если все волосы выпали, можно ли это делать? Восстановить брови можно, посадить. А что татуаж делать? Не могу ответить, не знаю. Иншаллах. Если не забуду, в следующем лекции я тебе отвечу. Дозволено ли в наши дни договоры наподобие худайбии? То есть невыгоднее мусульманам, которые, например, может быть условия выдавать мусульман кафирам ради кого-то мира. Нет, не дозволено. Там пророк, салаллаху а'аламу, там этот, Ибн Хазам тоже говорит, такой договор, мы не имеем права заключать. Почему? Потому что пророк, салаллаху а'аламу, знал, что этим мусульманам, Аллаху субхану, другую дорогу откроет. А мы откуда знаем? Мы можем мусульманам, отдадим кафирам, может, это кафири издеваться над этим мусульманом, может, кафири заставить его оставить ислам. Этот договор, именно вот эта форма, отдавать, другой договор имеем право, то, что все там пункты были, да, именно отдавать мусульман кафирам, не принимать мусульман от кафиров, это не имеем права, в Аллаху а'алам. Многие говорят, худайбийский договор, например, с иудеями, худайбийский договор какой был? Кафиры оставались в кафирской земле, мусульмане оставались в мусульманской земле и подписали договор однако государство с другим. А как иудеи сейчас, или же Россия сейчас на Кавказе, за счет такие договора, будучи они живя на мусульманской земле, это не худайбийский договор, такого договора нету, они должны освободить наши земли и потом писать договор. А так живы, оторвали наши земли и писать договор, такого нету в исламе, в Аллаху а'алам. Урбан-байрам будем приносить. Можно давать тем, кто не молится, так как в Азербайджане мало кто молится и мало кто по сунне молится, получается некому раздавать. Этот баран всего не надо раздавать. Например, 3-4 мусульмана раздали, хватит. Не молящимся давать или кафирам давать, от этого можно или нет раздавать ученых. Лучше не давать, не молящимся и только молящимся давать. Несколько часов, остальное сами кушайте. Что делать, если вокруг много людей, которые джахилии? Как оставаться смиренным в религии? Из-за этого, пророк, саллиллаху а'аламу, мы от людей, которые совершают грехи и джахилизма, мы должны отделяться, отходить от них. Пророк, саллиллаху а'аламу, говорит, пример хорошего человека, друга, который с тобой сидит, пример благовония. Человек, который постоянно носит с собой благовоние. Что получается? Или же от этого хороший запах ты почувствуешь, он тебе, или же будет благовоние на тебе делать, чтобы ты на тебе тоже остался, но плохого ты не почувствуешь. Только хорошее. Пример того человека, который сидит с плохими людьми, грехи, джахили и пьяницы и таких примеров людей, как пророк, саллиллаху а'аламу, того человека, который постоянно дует этот огонь, уголь, чтобы разгорели. Раньше, когда кузнецы угол готовили, они горели. Когда дует, что бывает? Или плохой запах от дыма ты почувствуешь, или твоя одежда сжигает, но хорошего ты не почувствуешь. Такой пример тех людей, которые с плохими людьми быть и хотят сохранить свою рюк. Это невозможно, это трудно очень. Или ты должен на них влиять, чтобы они тоже стали, как ты, если не получается, ты должен этих людей оставить и найти себе праведных друзей, да поможет тебе Аллах. Является ли чтение Корана вслух, мечети, показов? Нет, не является. Если твой номер тоже нету, но громко читать Коран, мечети, когда есть люди молящиеся, запрещено. Асам, на мужа, опекунство матери, и сестры родной, меня и четырех наших детей, должны ли он равноправно нас обеспечивать? У меня меньше. Мне равноправно. Каждому, что надо, он должен обеспечивать. И маму, и сестру, и вас. Вам мало, им больше нет. Мама может быть больше нуждается лекарства или что-то. Или вы больше нуждаетесь, или действия нуждаетесь. Каждому, что нужно, должен он обеспечивать в Аллаху Алям. Если муж игнорирует жену, и она считает, игнорирует, в чем имеет право? Кормит, обеспечивает, общается. Если что-то тебе попросило, он не делает, если ты считаешь, и ругаешься, конечно, не имеешь права поднимать голос на мужа. Кто это поднимает, это большой грех. Отношения должно быть мужа к жене тоже хорошие, как Аллаху Алям сказал, и жена тоже должна повиноваться мужу, слушаться мужа в Аллаху Алям. Можно ли пользоваться сим-картой для интернета от Сбербанка? Если там Сбербанк, то там ничего не идет. Просто сим-карта можно пользоваться? В Аллаху Алям. Можно ли рисовать, делать 3D модели роботов, которые похожи на людей? У них есть руки, ноги, голова, лицо, глаза, рот, нос, как трансформеры. Они же не живые, у них нет души. Понятно? Но человек похожий, если на живое похожее, нельзя делать. На предмет похожее можно рисовать. Из этого на человек похожее, на живот похожее вещи нельзя рисовать. В Аллаху Алям. Шейх на днях вышел фильм про муфтия Дагестана. И у нас все знают о том, как он живет и насколько он богатый. Для кого они снимают это видео, если им никто не верит? Они себя успокоят, они уже места не находят. Какая-то Батлухская средняя, которая начала про них говорить. Это мы все знаем. Все это сказки, это фильм, все это себя хотят очистить. Какой он аскет. Все знают, в каких бизнесе его сына, его жены. И он сам как ездит. Показывает какой-то дом. Тоже, конечно, непростой. Но даже я сегодня думал объявить сбор для муфтия. Бедный живет, снимает квартиру, на аренду снял место и там живет. Думал, сбор объявит, чтобы ему дом купить. На кого этот фильм снимается? Для кого это снимает, а не фильм, субханаллах. Может, сбор объявим здесь? Абумар тоже попросим, вместе объявим сбор, чтобы ему дом купить. Оказывается, у него дома нет, он на аренду эту землю взял, там живет. Субханаллах. Сами Мурили же знают, что он живет этот человек. И она, и он. Что у них все так бедно живут. Сами тоже знают. у них уже паника, они не могут. До сих пор только мы говорили про них, а сейчас изнутри начали говорить. И многие Мурили начали оставлять их грязь. из-за этого они начали разные фильмы. Раньше молчал, как будто он не мой был до сих пор, не молчал, жена разговаривала везде. Даже жена говорила, Ахмадов, они не выступают, чтобы обязанность снять Мурили, если он скажет, не сделает большой грех, он алиюллах. А сейчас он в школу ходит, интернет ходит, интернат ходит, со студентами встречается, везде выступает. И чем больше выступает, чем глубже себя копает этот человек, потому что этого человека интеллекта ноль. Субхан Аллах. И они обманывают это, говорят, мы очищаем души. Где очищали вы души? Жену вашего имама, вашего ученого, который шаином стал, защищая вашу, как вы говорите, суфизм, его жену из дома выгнали. То, что отдали забрали, кто является харамом. Второе, за то, что увидел несправедливость, говорит вам, вы его дом сожгли, этого Ахмада. Где ваше очищение души? Под видео Ахмада или под видео, которые про вас говорят, ваши муриди, только мат, 90% мат у вас. Как их не будут грязными словами обзываться, как они не могут, не будут, когда сам муфт обзываются этими словами. Сам один из присутствующих этом масштабе, который был организован ради джихада ГАЗа, что там объявят, это не джихад, это фитна, как объявил Айна. Этом масштабе, когда я спросил, там есть обрезки полностью, видео там есть или нету, один из присутствующих мне сказал, видео, полноценно, там ничего нет обрезания, там говорит, обрезали, говорит, один раз, говорит, муфт не мотукнулся на кого-то там, который сидящего, это, говорит, убрали, остальное, что есть. Что мотукается, видно, которые скрытые записи, которые сделали, как он обзывает тех людей, которые рядом с ним находятся, грязных людей, которые нельзя рукопожрать, и как он каждое второе слово повторяет на аварском кахба и другое. Если сам так мотукается, мулиды как будут, вот это ощущение, это обман до сих пор, который делает. Сейчас они хотят отодвинуть этого, того шейха, который его шейхом сделал, он хочет приблизиться, приблизиться к этому. Саид Афан-ди Капута ему изнудал, целые истории выдумали там и пишут, что Саид Афан-ди когда спросили, как это после тебя никого не оставлять, что ли, за собой, он сказал, у меня это есть скрытно, потом это скрытный человек, Ахмад Афан-ди, эти истории пишут на пабликах тех людей, которые муфтия поддерживают, там это было записано, потом удалили. Эти люди играются с религией, они, эти люди чувствуют уже, эта дуня от них уходит, дуня от него отойдет, но если он не будет муфтием, не будет шейхом, уже люди не будут их слушать, и та сила, которая сейчас есть, у них поддержки не будет. А в данный момент люди ради Аллаха охраняют его, защищают его, охранники и все, это все потеряют, из-за этого они стараются и фильмы снимать, и из-за этого стараются, чтобы показали никакие аскетты, и как они этот, сильные богобоязненные люди, везде говорят, я самый богобоязненный, сам в другом ролике сам говорит, тот, кто считает лучше, чем фараон, он не мурит, а здесь, говорит, самый лучший, который шарят, соблюдает тоже я, и самый лучший, который ислам распространяет, тоже это я, 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 везде, и сам я говорит. Из-за этого, братья, не обманывайтесь, лозунгами, смотрите его делом, что что совершает. Есть притча арабская, охотник поймал двух птиц, холодный день, одно уложил он, хотел зарезать, другая птица уже рядом смотрит, видит, это охотника уже глаза, слезятся от холода. Другая птица, смотрите, он жалеет наш, говорит, он, говорит, жалеет нас, когда нас режет, говорит, у него даже слезы идут. Другая птица, говорит, не смотри на его слезы, говорит, смотрите то, что его рука делает, также его словам не верьте, на деяние посмотреть этих людей, их муридов, как они отбирают земли, видеоролик вы сами видели. Начали построить этот, по имени Иса, культурный, это, как это называется, культурный центр мусульман, для отмывания денег, отбирания земли от мусульман, отбирать мечети от мусульман, и отобрали, и мадрасса, и другие, потом тоже говорит, себя какими пушистыми хотят показать, такого не будет. Пусть Аллах, субханава та'аля, так же, как они унижаются, они перед этим путем, и так досудно для их унижить. Унизит их. Они перед этим кафиром унижаются, чтобы от них не отобрали это добро, то, что у них есть. Можно ли делать хижру в Афганистан? Можно ли делать хижру в Афганистан? Тем более, если в том месте, где ты живешь, не получается соблюдать свою религию, тогда нужно делать. Чех в связи с тем, что паломникам не разрешили совершать хадж по туристическим вызовам. Какое у них положение? Перед Аллахом. Примей цель-хадж по намерению. Может быть, Аллах за намерение даст вознаграждение, но они должны делать хадж, если возможность будет. Если возможность будет, они должны хадж делать. Не считается, что они хадж сделали, конечно. Если я обманываю мужа близости, делаю вид, мне понравилось, но она на самом деле нет, чтобы не расстраивать его, обманываю. Нет, не будет этой греха, Аллаху алям. Муж не делает намаз. Я давно молюсь, не могу решиться уйти от него. Хочу второго ребенка. Врачи сказали, что мало времени за возраст. Скоро не смогу иметь детей. Можно родить и уйти. Нельзя с таким жить. И спать, и лежать с таким мужем. Нельзя. Без этого осталось такого мужа. Скажи, или я уйду, или ты начни молиться. Если он не начинает молиться, если он хак Аллаха не отдает, зачем с таким мужем жить? Зачем с такого мужа ребенка? Считается ли развод, автоматически, если муж уехал воевать на Украину, составе добровольца, и после приезда с ссори дал развод? Нельзя с таким мужем жить. Уже развод дал, считается и разводом. И без развода тоже такой муж, который служит этому талгуту, не является мусульманным. Мой отец, не соблюдающий, я девушка, мой отец, не соблюдающий, дедушки, родной дяды тоже. Может ли мой младший брат быть свидетелем на никях, если ему 11-12 лет, и могу ли я рядом с ним общаться с женихом? Общаться с женихом, как имеется в виду, встретиться, увидит один-два раза, да, а постоянное общение с женихом, пока махар не поставили, нельзя. А рядом с отцом пришел, пришел, он к вам домой, или по телефону общались, спросил то, что он хочет, и ответил, этим заканчивается ваше общение. Пока никях не поставили. А никях, если, смотря, например, не соблюдаешь, что имеется в виду, если молится, но полностью ислам не соблюдает, он мусульманин, он имеет право, тебя замуж выдать, твой отец. Аллаху алам. 11-12 лет ребенок может быть совершеннолетний, может быть, несовершеннолетний. Если совершеннолетний ребенок и полноценным аглом, да, если отец кафир и дедушка кафир, тогда может он брат мусульманин выдать. Если он тоже так же не соблюдающий, тогда имаму выдают замуж. Аллаху алам. Но скрытно никях делать нельзя. Я всегда был и всегда буду с Кавказом, а на ваши арабские страны мне плевать. Кто здесь арабские страны рекламирует? Нет разницы между арабами и кавказами, кафирами. Одни и те же. Арабские кафиры, кавказские кафиры одни и те же. Мусульмане, хоть он будет, иудей, он наш брат. Мы не различаем, это араб или Кавказ. Мы не братуем тоже Кавказ, отдельно мы братик, кавказцы нет. У нас ислам. иннам аль-му'минуна, из-за брата покушал. Этим, иншаллах, Аллах простит. Если, ты знаешь, они не хотят, и ты заходишь в огород, берешь, тогда, конечно, должны просить прощения. Валлаху а'алам. Ва жазакум, валлаху хайран. Иншаллах, если Аллах Субханава Таалу даст возможность и силу, и время, иншаллах, также встретимся через неделю. Саламу алейкум, ва рахматуллахи, ва ракату. Продолжение следует...